Девушки отдыхают Он посещал нас встретить... Где же он? Может быть, в поезд раньше пришел? Да-да, специально из-за него расписание изменили Я бы на твоем месте уехала Но у нас сюда направление на работу Какое нахальство! Привезла ему невеста, а он даже встретить не мог А может, что-нибудь случилось? Эй, Шамуро, покажите сына! Отвечайте невесту! Эй! Здравствуй, Шамуро! Здравствуй, проходите! Тащи еще ковер Шервей! Сходи, пригласила пауху Ну, скоро! Ну, чего ты, Арюш? Уезжай! Я бы уже давно уехал А? Вот бы и получил по шее С матерью не справишься Пять дней какие-то тряпки собирает И все равно к поезду опоздали Ну, что я ей скажу? А знаешь, сынок, может, это и к лучшему Надо, чтобы она с самого начала почувствовала, что такое мужчина в доме Это хозяин властелин Отец И я хочу тебе дать совет Громко об этом не говори Ну, что? Да все Ваули знают, какой ты властелин Мама! Покажу бы я ей Так вот, соседушки Она из города Наших обучаев не знает А если вдруг заортачится Отстань! Не обращайте внимания Не волнуйся, Морал От нас не уйдет А то, что из города не беда А я сама не раз в городе бывала Уж прошу вас Оденьте мою невестку как следует Это вот ее платье Тут украшения Это носки Тут платок Отпусти ты их Отстаньте! Ты делаешь успехи А ты не смейся Я своего добьюсь И я своего добьюсь Вся эта возня ни к чему Все равно она здесь жить не будет Я увезу ее в город Попробуй только В город Не для того я тебя растила Чтобы опозорил меня На старости лет Хм! Еще платок! Да ни за что Сильби это не наденет А ты молчи! Тебя не спрашивают Вот платье Не захочет Заставим И не посмотрим Что она городская У меня у самой Зять в городе Завмагом работает А если не наденет То не переступит порог Нашего дома Не тебе сынок А мне с ней жить Бог с тобой Бог с тобой Когда же наконец Красавица моя Придешь ко мне Я жду тебя Давно Ой, все ли я положила Платье я положила Халат, платок Ты положила Стойте! Подождите! Я забыла! Я же галоши забыла Ого! Скорей! Черт бы тебя взял с твоим ослом Не видишь куда едешь А он на дорогу Ну как договорились По-моему да Да вот выехать не может Морал Ооо, настоящий сюжет для газеты Развеселиваю я своих читателей Поздравляю тебя Морал Добилась своего А вот осел все-таки с тобой не согласен Ахахаха Ахахаха Что без зубы скались Помог бы лучше А ну-ка подержи моего коня Сейчас увидишь Разойдитесь всем Встань Они привезут красивую девушку Поезжайте Садись Как это ты его уговорил? Сказал, если не встанет Вот видишь, ему это понравилось Наоборот Испугался и убежал Чтобы не поймали Конечно Где ослу понять Что значит старинные обычаи? Да и тебе Этот обычай устарел Ах, для таких сковороков, как ты И это по старинному обычаю Вот так гостей галошами встречать? Ой Ведь я забыла им галошить отдать Ой, 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 ой Вези Вези Вот они Будь наготове, сейчас едем в город. Приготовься, соседка. Не трогайте меня! Дайте нам пройти. Смотрите, чтоб жених не подкрался. Что ты делаешь? Я не готовую. Почему ты нас не встретил? Мне так стыдно было. Я потом тебе все объясню. Скорее в машину и обратно в город. Зачем? Ну, скорее, скорее, пока нас не увидели. Я ничего не знаю. Они хотят справлять свадьбу по старому обычаю. Обычаю? Что это значит? А это значит, что свадьи нарядят тебя в свадебное платье и наденут на тебе и швак. А вдруг он не пойдет? Это не шутка, Сельби, не валяй дурака. Нет, это интересно. Идем! Они тебе закроют лицо халатом и запретят говорить. Джимшит, а где одежда? Гульджан! Гульджан, я тебя не узнала. Как красиво, очень красиво. Тебе так идет это платье. Если всех невеста встречают, я тебе не завидую. Они меня чуть не задушили. Моя невеста, держите ее крепче. Вы не ту нарядили. Вот это моя невеста. О, что? Ты молча. А это может сжечь. Какие ты бешеные. Вот она, наша красавица. Гульджан, скорее фотографируй. Пусть останется на памяти. Рано радуешься. Тебе эта экзотика может очень дорого обойтись. А я хочу тебе кровью понравиться. Хватит разговаривать. Ты знаешь, что невеста не должна показывать лицо. Спрячься, Чеша. Как? Вот так? КОНЕЦ КОНЕЦ Шухана. Ложки не знаю чьи. Ну, перестань. Этот Мурада. Этот Лопоухова. Этот Бердый. Нет, этот же Лопоухова. Значит, этот Мурада. Фу ты. Да перестань. А это чей-то? Не помню. Опять все сначала. Значит, этот... Черт возьми. Джим Ши. Идет. Ну, пусть послушает. Отец, отец. Ты на кого тут смотрел, а? Да на тебя, на тебя. Тише. Тише разбуй. Ничего, пусть встают. Они будут спать до вечера, а я буду на цыпчика ходить. А, ну, пусть поспят. Невестка у меня не на радуясь. Джим Шит хотел ее сразу в город увезти. Она говорит, кто мать обидит, тому счастья не будет. Ты лучше скажи, кому этот самовар отнести. Ой. Да ты что, свой самовар не узнал? Как у вас тут хорошо? Канал рядом, сад. Аллах Всевогущий, прости меня за нее. А Джим Шит все еще и спит? За что? За что наказание такое? Что случилось, мама? Опозорила. Опозорила нас на старости. Да как ты смела голой выйти на улицу? Как ты смела? Завтра же сожгу все твои дрянки. Все доебиные. Вставай, скорее, вставай. Смотри, что она натворила, а? А ты лежи. Ой, да где же ты? Что? Ох, ешь, этот графон. Джим Шит, что же случилось? А ты еще не догадалась? Что ты в таком виде ходила? Да, а что? Вот это и случилось. Мать из-за этого сердится. Джим Шит. Да? Неужели даже купаться? Я должна была идти в свадебном платье. Конечно. Теперь ты без этого платья не имеешь права и шагу сделать. Это и называется выполнять все обряды. А что значит обряды? А это значит не выходить на улицу с открытым лицом. Раз. Разговаривать со старшими только при помощи младших. Два. Угадывать желания моих родителей. С полуслова. Три. И долго это будет продолжаться? Ну, пятнадцать. Двадцать лет. Пока не состаришься. Не вижу повода для шуток. Ну, ну, ну. Я не шучу. Ты помнишь, Сельбе, я тебя с самого начала предупреждал. Уехали бы в город и все. А тебе поиграть захотелось. А теперь ты понимаешь, что это для стариков? Сельбе. Ты веришь мне? Тебе я верю. Но? Клянусь тебе священной луной, что серебрит цветущие деревья. Не клянись, луну непостоянной. Луной свой вид меняющий так часто, чтобы твоя любовь не изменилась. Так чем поклясться? Вовсе не клянись. Или, если хочешь, поклянись собою. Самим собой. Душу моей кумира. И я поверю. Если чувство сердца... Нет. Не клянись. Джим Шит. Чтоб беде вдруг счастье не уступить, нужно верить в друга и любить. Легко потерять, что добывал в пути долгом. Труднее любовь от горя сохранить. Пусть трудны далекие пути, в край весны. Всегда по ним иди. Ну хорошо. Или тропой идешь вон. Едем в город. Я вижу, тебе здесь не ужиться. Если друг рядом, ты что, обиделся? Нет. Счастье найдешь. Но рано или поздно все равно нам придется уезжать отсюда. Так уж лучше сразу. Джим Шит, прости меня. Но подождем немного. Может, обойдется? Если бы ты знал, как мне трудно. Ты бы о муже так беспокоилась, как о своих шелкопрядах. Мужу руки-ноги есть, с голоду не умрет. Ну, хватит. Устал я. А вот если я своих червячков не накормлю, никто их не накормит. Зато они у меня, раньше, чем у других, в коконы завьются. А, коконы. Доченька! Доченька, положи эту вязанку на осла, а отец по пути завезет. Как тебе идет этот наряд? Куда тебя несет? Ты что, ослепла? Умница. Все собрала? Умница какая. Отдай, отдай. Это не тебе. Ну, отдай же. Сама догадалась. Что надо, то и положила. Ничего не забыла. Вот здесь огурцы, помидоры. Ну, не позорь меня. Отдай, отдай. Опять чай пахнет газом. Неужели тебе трудно костер разжечь? Сегодня невестка чай готовила. Не сердись на нее, она не знала. Нечего сваливать на невестку. Тебе лишь в отделаться от меня. Я уж не помню, когда я пил настоящий чай. Ой, ой, разошелся. Навязали узелков. Как будто на месяц отправляюсь. Ой, что с ней? Ой. Она тебя ослом обругала. Никогда на меня при ней не кричит. Дайте мне спокойно уйти на работу. Ах ты, моя заступница. Мы же с ним не ссорим. Где моя куражка? Да по чем я знаю? Ой, черт. Смотри, листья не забудь. Не сердись на него. Он добрый старик. Ты сама увидишь. Я, слава богу, с ним 40 лет прожила. И шаг отнял листья. И что съел? А почему ты меня не позвала? Но мне же запрещено с вами разговаривать. Да, представь себе, и даже больше, чем ты думаешь. Сильби, неужели у тебя самолюбия нет? Ведь это же издевательство. Джан Мурат, посмотри со стороны, как я делаю. Ты все с плеча рубишь. Это не всегда помогает. Я хочу, чтобы мама сама поняла, что она не права. Короче говоря, хочешь ее перевоспитать. Желаю успеха. Ну, не совсем так. А если не так, то все останется под карму. Она меня очень полюбила. Ну и что ж. Это ей не помешает держать тебя под ешмаком. А можно я на велосипеде покатаюсь? Можно. И все-таки я не понимаю, откуда такая покорность? В институте ты была совсем другой. А что ты хочешь, чтобы я сделала? Плюнула на свекровь на мужа и ушла? Закройся. Твоя свекровь легка на помине. Вот, сначала ешмак, потом халат. Молодец. Ну, ты рекордсменка. Здравствуйте, Марала Джесс. Здравствуй, здравствуй. Поздравляю вас с невесткой. Как идет ей это платье. Знаю, знаю. На доченьку. А уж тихая-то какая. Прямо слов не вынует. Ой, что? Что за чудо? Что такое? О, девушка в брюках. Ох, ничего только не насмотришься. Садись. Попей чайку. А что, доченька, а штаны нельзя было пошире сшить, а? А то вроде бы как голые. Нет, мода такая. Ох, а цепочка куда там. Я вижу, я вам нравлюсь. Ты красивая. А меня вы бы взяли в невестке. А зачем мне две? У меня уже есть платье. Вы правы, Моралоджи. Какая из меня невестка? Я очень занята. Сегодня в велогонке, завтра в самодеятельности. Что? И ты этим занимаешься? Ох, старый черт. Он и тебя заманил? Да, Митчикага наш руководитель. Он тебя еще не так нарядит? Ха-ха-ха. В прошлом году на Мурада перья нацепил. Ой, милая, а сам-то кота в сапогах играл. С тех пор ему собаки прохода не дают. Ха-ха-ха. А мы там еще и танцуем. Так и я умею. Ха-ха-ха. А этот твист, так умеете? Ха-ха-ха. И так сумею. Ха-ха-ха. Моралоджи, вы меня, наверное, за это осуждают. Ну что ты, пока молодая, танцуй на здоровье. А почему вы Сильби не отпускаете? Сильби? Да, Митчикага прислал за ней. Ох, старый черт. Чтобы мою невестку людям на потеху выставить, я ему покажу. Не волнуйтесь, Моралоджи. Я совсем забыла, что Сильби и сама не хочет. Так что вы напрасно сердитесь. Ну, хватит паясничать. Вот и я говорю, не хватит ли. Спасибо, Гюльша. Ну, слава богу, уезжает. Ну, вот и хвостка. Чтобы ноги твоей здесь больше не было. Ты права, Гюльша. Хватит. Сильби, где мои тупли? Скажи ему около радио. Она говорит около радио. Все вверх ногами перевернула. Скоро в новый дом переезжать, она белить. Ничего не могу найти. А чего я не могу найти-то? Жан-Мурат, что тебе нарисовать? Танк. Танк так высоко не ездит. И потом его надо рисовать черной краской. Ну, тогда спутник. Я не умею рисовать спутник. О, похоже на солнце. Верно. И еще на цветок. Он называется ромашка. А ты нарисуй много-много таких. Хорошо. И будет у нас весна. Ага. Сильби, а где радио? Там где туфли. Ага. А туфли где? Внимание, внимание. Сам Шальтан не мог такого натворить. Ну, где же она? Для тех, кто сегодня в поле за штурвалами голубых кораблей и хлопковых полей. Для всех, кто в данный момент не может присутствовать на общеволхозе... Шемшиль! Идешь на собрание? Иду! Репортаж из нового клуба. С самого раннего утра. Мгм. Ой, голова кругом идет и ноги не держит. Сейчас же все поставьте на место. Слышишь, что я тебе говорю? Ну, я не могу. Мне надо на собрание. Ты сама не знаешь, чего ты ищешь. А тебе-то что? Уходи отсюда, тебя ждут на собрание. Проклятие, где же туфли? Что неутомимым трудом в поле, на думке, на ферме вносит неотомимый вклад в дело строительства коммунизма на благо нашей великой Родины, на благо родного колхоза. Имена сегодняшних героев у всех на устах. Это герой социалистического труда звеневой третьей бригады в тени уважаемой Нурберти Халы. Это неоднократная победительница в соревновании щелководов Морал Шамурадова, который... Ты не видела, где моя большая бутылка? И мои туфли. Да вы что, с ума сошли? Опять я забыла, что мне надо. Что тебе надо? Пойдем и мы с вами. Я свои туфли еще. Вон они, твои туфли. Спасибо, отец. Ой, 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 ой. Ты что это, с матерью играть думал? Да туфли отдай. Это мои. Как бы и сказал. Это напугал доски. Бери. На. Ну я пошел. Беги. Господи, я себя спорю. Джимшин, ты идешь? Да подожди, я сейчас. Отец, пока ты найдешь свою бутылку, собрание уже кончится. Ну, помоги мне. Ага. Слово берет председатель колхоза. В своем докладе он подводит итоги пронзетшего и наметит задачи предстоящего сезона. Итак, в добрый путь. А мы с вами, дорогие радиослушатели, пока расстанемся. Ой, я уже тут была. Что же мне здесь надо было? Сейчас вспомню, вспомню. Туфли, бутылка. Бутылка. Разве не нашла бутылку? Что ты с этим все носишь? Куда ты девала бутылку? Ой, вот что я искала. Здесь она. Ну. А. Вери. А. До свидания. Если бы я птицей стала, днями бы и ночами лучше песни напевала. А, дорогая маме, в дом аж пришла я невестой. Пусть будет радостным этот час. Пусть славная звонкая песня. Как же все звучит для нас. Пусть будет радостным день и час. Как и песня, что пою я о вас. Пусть будет радостным встречи час. Добрая мама, сколько прожили дней вы трудных. Сколько морщинок добрых возле глаз дорогих и мудрых. Пусть будет дочерью больше. В вашей семье столь поры, как я. В дом аж пришла невестой. Пусть будет рождаю вся семья. Пусть будет радостным день и час. Как и песня, что пою я о вас. Пусть будет радостным встречи час. Пусть будет радостным встречи час. Ее бездельницы не взорвешь. Старайся. На городскую не плачь. Я поделаю и только на одну минуту. Сильбинь, к нам кто-то пришел. Дома есть кто-нибудь. Вы настоящий клад для нашего театра. Ну, об этом мы еще поговорим. А сейчас, милая девушка. Так, что у меня тут написано. Посмотрим. Итак, насколько мне известно, вы приехали сюда к нам работать врачом. Три дня давно прошли. Больные ждут вас. Искусство вещь прекрасная. Но, к сожалению, свекровь ваша этого не понимает. Хотите оформлять у нас спектакли? Скажи, дружок, может она и говорить у вас не умеет? Ей же нельзя разговаривать со старшим. Без уважения. Сильби, мне не нужно такое уважение. Чему ты здесь ее учишь? То ничему я ее не учу. А вот ты, я вижу, поработала на славу. Такую девушку и смогла закрыта. Ты распоряжайся у себя в клубе. А здесь я хозяйка. И не тебе, а мне она будет подчиняться. А если ты еще раз придешь, собаку спущу. Не горячись, Морал. Я приехал сюда по делу. Предупреждаю. Если сегодня же твоя невестка не явится к председателю... А что мне твой председатель? Он тебя вызовет в сельсовет. И тогда уж пеняй на себя, голубушка. Да в чем я виновата? А в том, что свою невестку на работу не отпускаешь. Ну, так бы сразу и сказал. А ты, будь ты, не слышала. Я по радио сколько раз объявлял, а ты думал, я просто так болтаю. Ну, я и Богу не слышала. А ты пришел бы, чайку выпрепил. С невесткой меня поздравил. Ты придешь, а ты собак спустишь. А вот с невесткой тебя поздравляю. Она у меня такая тихая, послушная. И уж такая красавица. Может быть, может быть. Под халатом-то не видно. Ох, с тобой. Совести у тебя нет. Такую девушку под ешмаком спрятываю. Эх, ты. Пойди, откуда ты такой взнялся? Боюсь. Придется ее к председателю отпустить. Джан Мурат. Иди, сынок, с ней. Досмотри, чтобы не смело со старшими разговаривать. Без тебя. Ты мне уже сто раз это говорила. Я сам знаю, зачем я с ней хожу. Чурек хочешь? Мам, дай ей чурек. Здравствуйте, а вы кто? Скажи маме, что мы уходим. Сильби сказала, что мы уходим. Джан Мурат меня проводит. Джан Мурат меня проводит. Ой, я ее провожу. Как? В таком виде? В каком виде? А, в каком виде? Как? И тебе не стыдно? Ты же как чучело. Можно было бы одеться проще, но... Я иду к председателю, а в костюме жарко. Можно было бы одеться проще, но я иду к председателю... Нет, вы, наверное, моей смерти хотите. Кто в таком виде на люди выходит? Раз я иду к председателю, я подумала, что это платье очень подходит. Раз я иду к председателю, то я подумала... А я говорю, не подходит. Ты свое платье носи. Это мое платье. Это точно. И ее платье я сам видела. Она взяла его из чемодана. Уходи отсюда и не вмешивайся. Я говорю о наряде невестки. Как, в ежмаке и халате? Да что вы, мама, идти в таком виде к председателю? Я же врач. Врач она. Значит, платье это ты не наденешь? Нет. Нет. Последний раз спрашиваю. Нет? А в одежде распутницы я тебя из дома не выпущу. Как? Распутницы? Что вы говорите, мама? Что такое распутница? Вот, я тебе сейчас покажу, как подслушаю. И раз, и два, и еще мы раз. И раз, и два, и два, и два, и два, и два. И два, и два, и два, и два. И два, и два, и два, и два, и два. А, и два. А, и два, и два. Целый день с мотоцикла не слезал. Все участки объездил. Что нового, Джан Мурад? А, мама Сельби ругала. Сказала, распутница. А, я не знаю. Что, что? Сильби, что случилось? Из-за чего вы поссорились? Опять из-за этой одежды. Меня вызвали к председателю, и я оделась. Ну, пожалуйся, пожалуйся. Думаешь, ему нравится? Она меня сегодня распутницей назвала. Что у него жена бесстыдница. Ну вот, а теперь бесстыдница. Если дело дошло до оскорблений из-за каких-то пустяков, а я этого не заслужила. Ну вот, слышал? На нее это пустяки опозорят. Я помню. Ну, ты поймешь, а теперь ты меня делаешь. Ты забыл, что я нашел кое-как, но я тоже не знаю. А вы хотите поразить меня в какой-то боках. А что же мне делать? Она же мать! Как тебе не стыдно. Как тебе не стыдно. Мама! Мама! Откройте! Откройте мне! Откройте! Откройте! Почему она это убрала? Она боится, что я тебя убью. Я знаю, она меня любит, но не могу же я принимать больных. Закутанный с ног до головы. А переодеваться на работе только людей смешить. А что если, по-моему, выход есть? Какой? Скажи маме, что мы пошли. Мама! Мы пошли! С Богом! Мама, зачем ты листья кладешь? Я еду на новый дом. Сначала я поеду, накормлю шелкопрядов, а потом делаю, что хочешь. Ну, я не могу, у меня расходник. Ничего, высохнет, еще разведешь. Ну, как ты не понимаешь? Я с таким трудом выпросил этот единственный день, чтобы домом заняться. На той неделе переезжаем, а там еще ни окон, ни дверей. А я дала слово, что мои шелкопряды раньше, чем у всех, коконы завьются. Вот ты лучше наладь свою тарахтелку, чтобы не останавливалась. А я пока еще листья подрежу. Мама, ты куда? Мама, там листья лучше, чем здесь. Да что ты понимаешь, в листьях. Мама, а хочешь, я сам порежу, а? Э-э-э, один помог, кое-как нарезал, да и то скормили ишаку. Мама, я аккуратно порежу. На, вот лучше подержи. Мама. 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 Ага. Ой! Что ой? Сам виноват, не стой на дороге. На. Ой, что это, я устала, наверное. Джан Мурат потерял. Ну, что ты делал? Зачем на грязь положил? Сейчас, подниму, не волнуйся, поднимусь. До сих пор у тебя ума нет. Ну, хватит дурака валять. Вставай, поехали. Сиди, она еще не ушла. Сиди, где ты? Сиди! 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 Вы стойте здесь. А как будет можно, я вас позову. Идет? Сейчас поедем, сейчас поедем. Ты хорошо привязал, Юрий? Хорошо, хорошо. Ну что ты так волнуешься? Посмотри, как ты привязал. А то они могут упасть. Уже некогда. Я и так опоздал. О, я забыл одну вещь. Подожди. На, держи. Это мне нужно для раствора. Только имей в виду, это очень ядовитая жидкость. Если хоть одна капля попадет на листья, все твои черви подохнут. Ну, поехали. Ой, оказывается, это вода. Поздравляю тебя, Сильби. Можешь гордиться своей свекровью. На, читай. Непосильный труд. Унижение. Испатизм морал. Изобразная клякса на ковре советской действительности. Но так же нельзя. Весь Аул только об этой статье и говорит. Мед Чикага, по-моему, явно пересолил. Ну, какой же ты деспотизм? Закройся. Ни с кем не разговаривай. А между прочим, я сама на это пошла. Это элементарное уважение. Вернее, унижение. Я так не считаю. Почему ты говоришь об унижении? Она этого не хочет. Она думает, что делает мне добро. Ну, ведь это она так думает. А в конце концов, раз тебя это устраивает, не будем больше об этом говорить. Не устраивает. Но я больше чем уверена, что настанет день, и она переборет тебя. Этот день наступит, когда ты будешь старухой. Спасибо. Но ты не хочешь понять. Столетия невозможно переломать и уничтожить за один день. Она с этим родилась. С этим выросла. Ничего другого не видела. А все эти насмешки статьи ее только озлобляют. Разве это что-нибудь изменит? И ты предпочла вообще ничего не делать, а быть тихой невестой? Нет. Увидишь. Несчастную девушку из рук суеверной синхронной. В сельбе Сапарова нашла в себе силу скинуть ненавистный ешмак. Не дури, читай, что там написано. А здесь так и написано. Ее собственная предрассудка в душе праведливого стала против диспатизма ее сверхови. Дай сюда. Клякса. Морал как безобразный советский. Морал, здравствуй. Что, дувал строишь? Строю. И правильно делаешь. Строй повыше. У тебя в доме молодая невестка, а здесь дорога близко. Каждый, кто захочет, тот и будет на нее глаза пялить. Правильно делаешь? Ммм. Принесла нелегкая. Может, слышала, что говорят про невестку Лопоухова? Я слышала. Говорят, в клубе танцуют. Как будто сговорились. И говорят, раздетая совсем. А уж как Жен хвасталась своей невесткой, помнишь? Конечно, помню, говорила. Тихая такая. И вот тебе, пожалуйста. И в газетах про нее пишут и танцуют. Морал, я слышала, что и ты, с твоей невесткой в газету попала. А вот и газеты. Ну-ка, Джаммурат, почитай нам, что тут про них написано. А тут еще фотографии есть. Вот, смотрите. Куда? Ты что вмешиваешься в разговоры старших? А ну, пошел отсюда. Ммм, вороны. Так и есть. В тихом момуте черти водятся. Пошли. Пошли. Вишь, как рассердилась. Как других отсуждать ничего. А как ее задели. Подумать только месяц еще не прошло. Вот позор! Здравствуй, Мараб. Эй, эй. Ну что, дрожите? Немного. Сильби сегодня сердитая. Но то есть причина. А? Какая причина? Не шевелитесь. А это вам за статью. Держись! Держись! Мама, больница пошла. Черт! Скорей! Скорей! На, держи! Ну вот, еще семь уколов и от бешенства вы спасены. Не понимаю. И что эти собаки во мне нашли? И просто удивились. А, так это не ты. Это я. Значит, это не ты. Как не я? Я? Ведь это я? Конечно. Что с вами, Мараладжи? Может, вам плохо? Присядьте. А Сильби где? Она здесь. Нет, она, она тут. Где-то рядом. Ой. Зови ее сюда. Может, вас проводить к ней? Она в соседнем кабинете. Старай я за ней бегать. Пусть сюда идет. Но она там. Я сказала. Марал. Может, она укол делает в ее руках жизнь человека? А ты молчи, писака. Ты уже столько здесь всего наболтал. И откуда ты только слова такие берешь? Ты хоть бы правду писал. Не надо, Мараладжи. Ну, ты ведь все наврал. Если ты так считаешь, пиши опровержение газеток твоим услугам. Сам напишешь. Как его это? В общем, садись и пиши. А вот этого при всем уважении к вам, дорогая Марал, я никогда не сделаю. Нет, сделаешь. Я написал, а ты опровергай. Чучело огородное. А вот за это оскорбление мы с тобой поговорим в официальном месте. А где Сильби? Передай ей скорее. Витуха, общипанный. Смотри, Марал, за это ответишь. А, не нравится? Правда, глаза колют. Где же у вас тут выход-то еще? А, а меня? Меня можно называть как угодно, да? Будь здоров, чтоб тебя черти на том свете разорвали. Ну, что тебе от меня надо? Я уже тебе сказал, пиши опровержение. А ты долго? Долго будешь издеваться надо мной? А ты долго будешь над невесткой издеваться? А ты у нее спрашивал, издеваюсь я над ней или нет? Марал, здесь только проверенные факты, ни одного слова. А ты меня опозорил перед всеми, и ты за это ответишь. Я до района дойду, а правда добьюсь. Какой правда? Что ты там скажешь? Ой, я несчастная... Ой, я несчастная женщина. Мне не дают дома невесту держать, товарищ председатель. Помогите мне, помогите. Уж я найду, что сказать. Я найду, что сказать. Не тебе меня учить. А. А. Сильби, я над тобой издеваюсь? Я над тобой издеваюсь? Нет. Нет. Не слышу. Нет. Ну что теперь скажешь? Ни слова лжи. Только проверенные факты. А скажи, доченька, спроси у нее. Ты будешь в клубе танцевать? Ты будешь в клубе танцевать? Нет, это не мое амплуа. Нет, это не мое амплуа. А? Не мое амплуа. А. Не понимаю. А. А скажи, откуда этот разбойник взял твою фотографию? Откуда этот разбойник взял твою фотографию? Не знаю. Это не я. Это не я. Вот что я тебе скажу, голубчик. Взялся бы ты за ум, пока не поздно. Обычаи своего народа уважать надо. Конечно, но ведь смотря какие. Ты вот... Ах ты, смотря какие. Наши обычаи. Уж ты состарился, так и не понял жизни. Так что подумай. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Фу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сильби, я так за тебя волновался. У меня такое чувство, как будто я что-то украла. Чепуха. Все обошлось как нельзя лучше. Идем. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха-ха. Этот халат тебе тоже идёт, доченька Мама! Мама плачет. Зачем вы над ней смеялись? Вот лекарства. Такая жара, а ты закуталась. Шамурат, в сердце у меня холод. Слышал бы ты, как они смеялись. Я боюсь. Ничего. Уходи отсюда! Опозорила нашу семью. Сказку я теперь на людях покажусь. Уходи. Хорошо, я уйду. Мама, ей же неудобно в этой одежде ходить на работу. Эх ты, тряпка. Вот раньше за такие дела её бы выгнали из дома. Ты хочешь, чтобы и я это сделал? Ну, нет. Что ты на всех кидаешься? И что тебе надо? Теперь уж мне ничего не надо, отец. Я только хочу спокойно жить. Ну, что ей стоит? Я так мало у неё прошу. Ну, всё. Больше я не могу. Я уеду. Прекрасный выход. Ты понимаешь... Ты можешь оставаться. Спасибо. И как же ты мыслишь? Я буду жить здесь, а ты в городе. Ничего другого я придумать не могу. Как просто. Поиграли в женитьбу и разошлись. А что бы ты сделал на моём месте? Скажи, зачем я училась? Не могу же я похоронить тебя здесь заживо. А убедить маму я не знаю. Невестка из дома бежит. И правильно делает. Другая бы с первого дня убежала, а эта ещё жалеет тебя. Какой позор. Ты её до этого довела. Ты бы меньше своих соседок сплетниц слушала. А семью свою берегла. И не устраивала скандалы. Ну, что ты к ней с этими тряпками пристаёшь? Вот сын твой любимый соломенную шляпу носит. А не терпеть из барашка, ты к нему не пристаёшь. А он ещё белый пиджак с разрезами нацепил. Мой сын инженер. А если бы она была инженером, всё дело в том, что она женщина. Подожди себе. Давай обсудим наши дела серьёзно. После того, что произошло, она не сможет со мной помириться. Ну, а как же я? Я для тебя ничего не значу. Джинджи, мы же с тобой не одни идём. Они тоже наша семья. А если уж не клеится, то... Вот завтра мы войдём в новый дом. Как мы будем там жить? Куда это ты? Пойду схожу в новый дом. Хочу там соль оставить. Может, это поможет. Пошёл, пошёл! Нельзя, нельзя! Фу! 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 Мама! Куда же вы? Подождите. Подождите, выслушайте меня. Надо её выслушать, Марал. Подождите. Я уезжаю. Простите меня за всё. В новый дом со слезами. А где же ты оставила джемши, да? Э, Марал! Тебя можно с новосельем поздравить. Завтра же эту новость по радио объявлю. Опровергать не будешь? Отстань не до тебя! Мама, садись, я тебя подвезу! Ну, слава Богу, догадался! Раз, два, правы! Эй-хи-хи-хи! Раз, хук! О! Ой! Эх! Раз, два, три, четыре, два, четыре, два, четыре, шесть! Девять! Жан-Мурат победил! Ура! Жан-Мурат победил! Ура! Жан-Мурат! Жан-Мурат, помоги мне слезть отсюда! Я тебя вас выручу! А-ну! Эй! А-ну! Эй! Подождите! Подождите! Меня забыли! Меня забыли! Э-э-эй! Тебе удобно? Да-да, сынок! Все хорошо! Поздравляю тебя, Марал! Спасибо! Спасибо! В новый дом едете? Да! Счастья тебе на новом месте, Марал! Спасибо! Спасибо! И конец! В suчgeh вернал его! téléphone и поиск! В любым здравом хором! Поздравляю тебя, в нем súper д��! Имос! Субтитры создавал DimaTorzok